Я начинаю лектибринный курс, который одновременно является университетским курсом лекций и публичными лекциями. Те, кто студенты будут потом получать зачет, студенты зачет получать не будут. Я сегодня расскажу, как общий план и вопросы, потому что все студенты должны найти ответ на те вопросы, которые создает курс. Особенность в том, что, поскольку я в данном случае выступаю не как заведующий кафедры музейного дела, а как директор армитажа, то рассказывать я буду про вещи, которые, во-первых, могут не совпадать теоретически с тем, что написана книжка про музейное дело. И во-вторых, когда мы рассказываем о сегодняшнем опыте нашего музея, проблемах, которые вылезают сейчас. Курс называется «Остров и Украина». Музейное пространство – это действительно очень непростая вещь, и в блок острова немного проблем, много скандалов, много всего. Музейная жизнь значительно интереснее, чем театральная, на самом деле, на самом деле. Скажу, почему театральная жизнь не нужна. И по существу каждый раз я буду говорить немножко о сегодняшней ситуации, немножко о теории, а немножко о реальной практике. Сегодня я… Как это называется? Называется, надеюсь, нет? Метафизика и физика музейной жизни. Микрофон, так вот так. Так. Все, ради себя. Да. Физика, метафизика и физика музейной жизни. Да. Слово метафизика и физика философии на музее существует. Вот есть такое учебное издание, которое мы опубликовали на кафедре. И тут действительно есть статьи, которые пытаются осветить музейную жизнь, музейные проблемы с точки зрения глубоких подходов. В лекции еще одна особенность, она не полностью парадическая, потому что даже в субботу я не всегда бываю в городе, поэтому мы будем… В следующий раз меня не будет, я буду, ну, как концентрированную лекцию, как вы можете почитать в Московском университете, а потом через неделю в 16.30 будет. То есть так будет, не каждую неделю. Ну, вот это тоже считать надо не недостатком, а такой особенностью, уникальной особенностью лекционных курсов. Значит, я хочу начать с нескольких эпизодов в сегодняшней жизни, рассказать примерно так, чем живут музеи и музейщики. Вот каталог, который еще никто не видел. Во вторник, 8-го числа, мы открываем выставку из музея Альбертина, из Венского музея. Выставку, в основном, посвященную германскому английскому профессионалу. Вот у этой выставки несколько особенностей, кроме того, что она является частью года Австрии, культурной связи Австрии и России. Это, надо сказать, хорошее бюрократическое изобретение, вот эти перекрестные годы между разными странами. Причем именно в нынешней форме они такие хорошие, как и работают, лучше, чем работали прежде. И из тех вещей, которые работают сейчас лучше, чем в церковной власти. Ничего, работают, но это работают. Действительно, получается, большие культурные события, большие выставки. В частности, выставки из Альбертины, ее очень трудно в мире вообще получить, потому что это музей с уникальными вещами. Недавно был большой скандал, когда некий икония поезде рисунок дюрера, как и садим этого Зайчева, не получить все нужные разрешения. Был действительно рисунок дюрера, а это вообще никуда нельзя. В данном случае у нас живопись. И вот здесь такой интересный судьбой, но некоторые особенности важные для сегодняшнего дня. Музей Альбертина, знаменит. Это музей Альберта, я бы сказал, Карла, это военачальник правительства Гамсбурга, стоит в центре Лена, замечательное здание, дворец, который был вновь обращенном музее. Музей такой совершенно сновидский. Музей, в котором хранятся рисунки. Потрясающе, лучшей в мире коллекции рисунков нет. Рисунки акварелей будут рядом. Да, это дюрера, но там у них просто, когда относятся тебе 15 главных картин, можно просто умереть рисунки после лучшей всякой живописи. Вот те уровни сейчас эти рисунки. И тем, он был знаменит и прекрасен тем, что эти рисунки посмотреть почти никогда нельзя, потому что они хранятся. Как вы знаете, можно выдать, показать, некоторые в этом не поубирать и что еще. И вот произошло некоторое превращение музея, которое поначалу не очень нравилось, и сейчас может не очень нравиться. Музей стал менять свой профиль. Сначала они одновременно решили, давайте мы будем заниматься и выставками, и живописью, и показывать, а потом, может быть, коллекцию соберевок. Примерно как мы снова жили в современной живописи в Армитаре. Они стали делать выставки живописи, которые и выставки историко-культурные, которые никогда не были их жанром. Но это стало привлекать людей, это привлекать деньги. И, в общем, совершенно по-другому. Музей стал, действительно, местом, которое посещают туристы, приезжающие в Вену. Иногда даже, может быть, и раньше, чем русский строительский музей. Сознательная поэтика. Она воплощалась во всем. Значит, в выставке, вопреки собирать собрание. Физелительное классическое здание, к которому пристроен вход, о котором спорили и много еще будут спорить. Его построили они из лучших построительских архитекторов, которые представляют, современнейших. Ну, он такой довольно хулигаристый. Если в Вене, значит, стоит собор, а напротив собора, вот такой, с всякими ракуртациями дома. Многим не нравится, мне тоже не очень нравится напротив собора, когда такой источник. Это Анасполин. И у него много. И Кико, вот он сделал такой вход в Арегратину, очень модернный и вызывающий, но сразу получится такой вход, который затягивает людей туда, а потом они дальше попадают в исторический интерьер. Спорная вещь, но тем не менее. Дальше больше. Увеличили площадь, и таким образом, и увеличили площадь, по-моему, в 10 раз. Площадь в 2000 на 20, 2000. Стали делать выставки. Причем выставки еще такие агрессивные, не до сих пор с нами. Я считаю, что эта выставка расплачивается за то, что вы дали. Рабронтов, Рамы, Сарко. Умели. Директор Шеребер такой, светловолосый, новопурая песня замечательная, активный директор. Он все умеет это говорить, а при этом вот и привез нам это выставку. Понимаю, что ему тоже будет полезно, потому что вот есть еще один аспект. Мы стали, когда готовили выставку, значит, название выставки написано «Шедевры искусства XX века и собрание Аверопертины». Ну, я получаю письма. Слушайте, знаете, в чем дело? Вот вы пишете «Собрание Аверопертины», а нам нужно, чтобы обязательно было то, что мы написали рядом. «Коллекция семьи Баттер». Ну, на что, знаете, у нас не принято. Ну, выставка, там есть часть частной коллекции, и мы напишем, везде написано, но в заголовок. Знаете, у нас это уже почти официальное название «Аверопертины». Вот рядом с Герцогом Альбатом семья Баттер. Семья Баттер – это коллекционеры не германские, но там в германии никаких проблем, и налоговые какие-то они решили благодетельствовать. Очень гнездные коллекционеры, громадные коллекции нового и современного искусства, которые они подарили как бы аверопертины. И вот это уже почти аверопертина, носящее имя Герцога, становится Альбертиной. И вот у них официальное название «Алекция семейства Баттера». Вот мы договорились с компромиссом в нашем аналогичном музее на площади просто «Шедевр-экскусство» оценивает собрание Баттера. А уже на титуле «Собрание Баттера», и здесь вот это самое знаменитый внешний вход, и тоже название «Картина собрания Баттера». То есть, ну понятно, на этих условиях им дали эту громадную, совершенно потрясающую коллекцию, и они сразу стали подсуществовать своими коллекциями в музее современного и нового искусства. Это вообще такой прием, опять же о нем можно спорить, это острый угол, так или не так, можно так делать. Но вот в данном случае это сделано, и я думаю, что это и помогло, чтобы выставка такого состава приехала к нам, потому что в данном случае рекламируется эта картинка, но, честно говоря, особенно рекламировать не надо, как «Картина собрания Баттера». А вот семейство Баттера надо рекламировать, и они сюда приедут. Ну вот это тоже вечный разговор о музее на острове. Вот если мы... Я раскатывал кому-то из хороших коллекционеров, если мы выясним ваши вещи, у нас на Средниковке, в Курске музеи, повышается капитализация вашей коллекции. Разумеется. Разумеется, все, что выставляется в музее, имеющий только имя, становится более знаменитым и при случае, может быть продано дороже, если приезжает на выставку. Это относится и к старым мастерам чему угодно, да? Вещь Рубенса, которая выставлялась в армитаже, которую эрмитаж принимал на выставку, это уже Рубенса, который приобретает большее значение, чем угодно просто вот так, если в частных коллекциях. Но это... Или это идти, или вообще не выставлять вещи из частных коллекций. А не выставлять из частных коллекций, это очень плохо, потому что в частных коллекциях много хороших вещей. Коллекционеров надо очень приваживать к музеям, и нужно, чтобы музеи контролировали рынок и мир частного коллекционирования, а нет, наоборот. Наоборот тоже бывает, тогда попечитель в каком-то музее является в основном все частные коллекционеры, и они начинают определять, что и как это делать. У нас в армитаже тоже есть своя политика. Мы выставляем частные коллекции целиком, и отдельные вещи. Вот буквально на днях, из частной коллекции, картины Васильчан Петрина, «Христос в термаре на пенце», замечательная вещь, она частные коллекции, мы ее временно выставляем, и вещь того достойная, люди могут ее видеть, все очень хорошо. Что получает частный коллекционер, к вам капитализации, вещь действительно хорошая, но это и храняется в музее, а не у него дома. Здесь, на самом деле, есть совершенно зритель Петро Водкин из частной коллекции. В одновременно, у нас висел, в предыдущем временно, висел чудесный Эль-Греко с замечательной судьбой, дорогая его судьба Эль-Греко, который был в музее Ториидов Соединенных Штатов, где они решили, как когда-то решали, надеюсь, больше не будет, а может решать наше правительство, что не слишком много Эль-Греко, они продали одного Эль-Грека, его купил русский традиционер греческого происхождения, поэтому Эль-Грека привез в Россию, и вот, его попросили именно, потому что Эль-Грека у нас мало, очень хороший, полгода вы создали нас в армитаж, потому что это, как бы это и есть уже наше такое решение, и мы часто, всегда в армитаже время от времени можно увидеть, даже иногда просто в залах, вместе с нашей обычной коллекцией, вещи из частных коллекций. Ну, среди них, один из лучших Рубенсов на свете, так и не Рукреция, который у нас висит, он происходит из частной коллекции, в частную коллекцию он попал из Германии после войны, у коллекционера хотели отобрать, даже высаживать десант на его дачу, на Рублевке, но он сумел доказать через суд Германии, что он имеет полное право владеть картиной, которая вообще-то происходит из Познана, но прошла через пять разных рук, он купил за мою деньги, она его законна, он, может, не может ее уладить за границу, но она ему законно принадлежит, он дал нам ее поддержать, уже несколько лет она висит у нас сегодня. Тоже вопрос можно обсуждать, потому что приезжают наши коллеги из Германии, здесь подстанно, вот она картинка вообще-то ваша, но теперь законна, и судом пройдя через частные руки, она уже совсем законно находится в России, если другие вещи, например, графейные, по нашему закону принадлежат нам, а по немецким законам нам не принадлежат Россию, то это точно принадлежит и по немецким законам. Так что вот такие бывают повороты. Вторая важная вещь этой коллекции – это экспрессионизм. Вы все знаете, что в армитаже экспрессионизм почти нет. Школы, течения, на которые мысли не представлены, как оказалось, громадное влияние на русское искусство, и российское вот это где-то, посередине, и родился у нас, если у нас был экспрессионизм. Вот нет и нет. Здесь первое, что мы должны все время добывать, делать так, чтобы что-то было в армитаже, так, чтобы все время было представлено. И вот здесь у нас замечательная на полгода листовка с коллекцией экономов. Современный неоэкспрессионизм, как раз листовка, и заполняющая громадного лапула вот те три великих картины, которые здесь весят, Нево-Раусский, Базовец, Кифер. Мы сразу прыгали из провинциального, из провинции, в смысле современного искусства, в этот период. Так что здесь еще одна важная вещь. Мы всегда, есть спор такой музей, в основном. Мы многое говорим, что как показывать музей, вот так научно, последовательно все периоды, как, что, либо вот вырывать коллекции, вырывать отдельные вещи, это спор между, скажем так, историками искусств и дизайнами внутри музея. Он вечно идет, и решается где-то посередине. На самом деле, не нужно иметь иллюзию. Никакой музей не может представить историю искусств полностью. Всегда есть лакулы, лакулы большие. Иногда это иллюзия. Вот мы первобытного, вот в Эрмитаже все показываем. Этого Эрмитажа, например, Эра Дельцкого, как всем известно, нет величного проектора, нету эспрессионизма. И какие-то лакулы можно заполнить, какие-то нельзя, какие-то уже невозможно заполнить. Поэтому можно понимать, что выставочная деятельность часто существует, а это тоже острый угол, это тоже вопрос. А надо музей делать выставки или нет? В таком музее, как Эрмитаж, надо или не надо делать? У нас основной посетитель и платящий денег посетителей приходит на музей посмотреть основную экспозицию. Выставки для самоутверждения музея частично нужны, частично нет. Для посетителей гурманов, да, для большей массы посетителей нет. Зато, правда, выставка в Эрмитаже, когда она находится на центральном здании, сразу дает фантастические цифры. На самом деле, цифры посещения выставок, потому что, если выставка в Николаевском зале и летом, поскольку билеты на отдельные мы не продаем, то количество людей, которые прошло через Николаевский зал, посетило эту выставку. Да, вот это была выставка «Калатра». Она была самой посвящаемой культурной выставке. В общем, все прошли выставка. Примерно это считано, сколько людей прошло через Николаевский зал, потом количество 20000 каникул выставки. Так что, для выставки хорошо, а вот тратится много сил, денег, страховку привозить. Вот надо ли? Он просто обсуждает, а на самом деле надо, мы считаем, что это нужно, но тут есть всегда вопросы и наградиваются, и как очень часто есть среди моих коллег, ну сколько можно прадить сил, чтобы готовить выставки, не могу мне, когда нам надо требовать потолок, я не могу написать потолок, потому что я вот должен готовить какую-то выставку, и те, которые едут собирать, и что-то здесь делается. Ну, все это вместе есть тоже острые углы нашей жизни в музее. Вот это один эпизод высотка репетиции. Второй эпизод, о котором я хотел бы рассказать, это на днях произошел был Совет по культуре президента Российской Федерации, и там произошла у меня некая перебалка с директором Муслима, знаменитым кинорежиссером, как я вам сейчас назвал. Пришлось устроить перебалку, потому что уже не первый раз на Совете по культуре, он выступает с разговором о ценах на билеты в музее, почему билеты дорого, почему все, причем из всего, что он говорит, я совершенно понятен, не менее, какие цены на билеты будут. И здесь он тоже сказал, вот у нас год культуры, хорошо бы, чтобы музеи бесплатно пускали всех в 18 лет, и вот такой был бы подарок. Говорит, вообще-то киношник, какой-то разный. Тульский, дальше следующий его тез, разговор о том, что где же государственная помощь кино, кино нуждается в таких-то, таких-то миллиардов, которые будут пускать фильмы. Ну, я, честно, не удержался, тем более, тут еще записки стали присылать, например, Андрея Курсенко. Сказал, что нужно сделать реплику, потому что в музеях, ну, как нет, даже вообще особый еще, до 18 лет все будут бесплатно, студенты бесплатно, пенсионеры бесплатно. Ну, и по числам музеев в России, молодых пускают бесплатно, но очень дешево, причем все деньги брутся из карманов сотрудников музея, потому что экспортации, компенсации на это нет. Это социальная программа музея. Значит, вы теперь следующая очередь за кинотеатром и киношниками. Ну, так, сверкло-почтикали, но проголосили. Но на самом деле это тоже очень важный такой момент, почему-то считается, что музей такая халява, где каждый имеет право требовать все сейчас, немедленно откроются все двери, все, что надо, а в кино надо платить полную цену, там, кинотеатр, или все, или нет. На самом деле должна быть нормальная, и это делается, это работа в учебном музее, социальная система. Должны быть привилегии и льготы, ну, льготы слова, которые нельзя, привилегии для, потому что льготы только государство может давать, привилегии для определенной категории людей, которых мы хотим привезти в музей, и которым не так легко, как другим, прийти в музей. Но кто-то за это должен заплатить, тот, кто платит полный билет в музей, то может этот полный билет купить. Вот такая система, которая вообще должна и в государстве не будет существовать, чтобы было бы ясно, кто за что платит, а то, когда не ясно, кто платит за что, за какие социальные, поэтому можно вот так вот крутить. Вот и во всем остальном. Надо сказать, что на этом этом совете прозвучало несколько очень важных вещей, которые, может быть, не все услышали. Президент первый раз сказал о фундаментальной культуре. Знаете, ну, это влияние, конечно, истории с Академией наук дала о том, что есть термин фундаментальная культура, о которой должно быть доводиться государство. Речь шла о государственной политике в сфере культуры. А вот фундаментальная культура, то есть, надо какие-то проводить дефиниции, на что должно давать деньги государство. Потому что государственные деньги, во-первых, их всегда мало, а потом только от государства деньги получать нельзя. Это плохо, когда оно начинает диктовать каждый полшара, который через дневную культуру идет. Но есть вещи, на которые мы должны отдеть, на которые, кажется, как фундаментальные научные исследования, вещи базовые, которые создают конкурентоспособность российской культуры. Ну и вторая важная вещь, которая была тоже сказана, которую тоже надо использовать, что достижение учреждений культуры музеев сейчас нельзя мерить просто количеством. У нас очень много посещаемости начиналось. Причем, также часто мы слышали, что президент тоже, вот там будут посещать 7 миллионов, а у нас там столько, где-то, что-то 2800, а вот Стомбич, говорит, министр культуры посещает 3-4 миллиона, а Стомбич почти выкатый уже, потому что вообще это беда Англии. Большое количество посетителей, во-первых, не показатель качества работы, потому что туристы приходят, туристы это не совсем те люди, ради которых работают музеи, разведительные отделы, идется наука, есть другие категории людей, которые могут воспринять все то, что делает музей, а не просто. Поэтому такой простой качественный подход, он по многим вещам не годится, но сейчас это не годится, и вот это прозвучало в оценке культуры. И пример там и обсуждался, и сейчас вот такой настоящий пример проблемы государственного участия в культуре, государственной политике. Ну, пергаментаж, я буду сегодня рассказывать, о большом пергаментаже, и сегодня у нас есть система создания спутников, пергаментажа, все звучит очень красиво, но это штучный товар, который требует очень больших усилий. Наши власти, правительства считают, что ну вот это здорово, нам есть идея конституционная, что искусство должно быть доступно всем, искусство должно быть доступно всем, вообще-то позиция конституционная тоже сомнительная, потому что должно быть доступно, но в принципе не всем доступно по возможности понимать, но только по тому, чтобы люди могли пользоваться. Ну, это тоже такой вопрос, а теперь разговор. Разговор, вот давайте создавать всякие такие центры, много создадим, самих важных центров. Это учащиеся создавать, которые мы будем создавать и в России, только что мы обсудили, при этом поговорим в Натальнем Востоке, сейчас мы, корень вернулись из Омска, будем создавать экспериментаж, и мы создали дикое показание. Только для этого уже несколько вещей, которых в России нет. Возить выставки, а уже делать именно выставки, а не привезти, ну вот отвезти там, создать эфириат, повезти, что вам не нужно, да, на суперкет, ничего, что не нужно, во-вторых, привезти вещи 3-4 ряда, это будет уже в 20-е годы. В всех музеях России есть вещи из Эрмитажа, и, кстати, мы будем просить в год наших высоких исследований, сказать, что все музеи делали выставки, что у них из Эрмитажа, и что они за эти 70 лет с этими вещами сделали, как они исследовали, как они показывали. Надо сказать, что очень разные вещи есть у тебя в музее в Эрмитаже, есть коллекция графическая, да, они блестяще совершенно ей пользуются и создают какую-то конкуреративность вокруг нее. Здесь музеи где-то, как-то иногда вспоминают, по-разному, это тоже целое, и сюжет музеологический. Ну, дело не в этом. А мы нам говорят, вот у нас, что такое государственное, у нас нету системы страхования государственных гарантий. Во всем мире для выставочных деятельностей есть система государственного гарантий страхования. То есть не надо платить. Самый страшный расход при выставке, когда вы платите страховку, громадные суммы, которые ему улетают в шипы. Очень любят страховые компании страховать музейные выставки, потому что, как-то у нас на музейном большом собрании, международный выступал представитель страховых компаний, как раз вопросом, что вы интересный клиент, которого мы никогда не можем заподозрить в том, что он создаст страховой случай, чтобы получить страховую прибыль. То есть вы точно не хотите потерять то, что вы сработали. Относительно всех остальных мы не верим в это. Все могут утопить корабль, чтобы получить за него деньги. Музеев нет, точно. Поэтому все достаточно наточное. Но деньги громадные. И, кроме того, выстрелить безопасность, перевоз, все же стоит в сфере дороги. Поэтому есть международная схема. Государственные гарантии. Государство как бы откладывает сумму, которую стоит выставка. Если что-то происходит, оно из-за этой суммы выплачивает страховую прибыль. Не происходит. Как правило, ничего не происходит. На самом деле, по-настоящему откладывать никому не нужно. Государство только гарантирует. Не должно лежать и не находиться в обороте. Но тут многим это не нравится. С одной стороны, министерство финансов. Я вопрос поднимаю многократно. В поручении президента, который не один раз. Министерство финансов говорит, да нет, это невозможно. Как же мы можем выложить деньги, отложить в сторону, они не будут в обороте. На самом деле, есть лицеты и схемы, при которых очень небольшие потери, связанные с оборотом, получаются. Ну, страховые компании говорят, вообще-то нет, но с удовольствием очень нам нужны ваши эти выставки. Это на самом деле, конечно, в данном случае мы имеем задавление по работе с натовой компанией. Впрочем, бьются вот эти все заказы. И еще одна особая черта вот этих всех коммерческого страхования, что когда коммерческое страхование набирается в тендер и вывешивается в газете, журналисты обещают, обожают, если интернет, в газетах включат. Едет выставка из армитажа в Саратов, с наземным путем. Цена такая, серебряные вещи, сколько-то, золотых, сколько-то. То есть то, что все дается, пишется в документе тендерном, по которому должен определяться покупатель. Тот, кто выиграет тендер. Это тоже невозможно, потому что это дальнейшее. И так вопрос безопасности очень сложный. Короче, все это мы пытаемся делать. У нас есть центр в Казани, дело на серебряной выставке. И с Казани мы более-менее договорились, что правительство Татарстана дает гарантию. Под эту гарантию Министерство культуры, она с системой Министерства культуры разрешает выставки. Министерство культуры дает разрешение и этот выставку будет. Но чем дальше, тем больше эти гарантии, они говорят, что гарантии, но, в общем-то, это государственная система. Потому что, грубо говоря, гарантии, я думаю, это Шельмиев, это жестко, это, что эти гарантии принимают. Сейчас гарантии Татарстана, мы принимаем, готовы принимать. Но люди Министерства начинают, некоторые у меня чиновники говорят, ну, давайте, нет, нам нужно коммерческое страхование. Пусть Татарстан платит коммерческое страхование. Коммерческое страхование, совсем другие расходы, это большие расходы. Мы везем туда сейчас больше и меньше к вызову профессионисты и к этому, представляете, какие страховки. И здесь как раз можно долго на этом примере сделать систему, хотя бы для одного случая, государственное страхование разрешения, чтобы государственное страхование привезти. Нет, это все вот зависает. С одной стороны, идут разговоры, давайте делайте филиалы, а с другой стороны, вот сейчас уже вчера до сих пор еще не было разрешения, или вот такое письмо не так, и это не у нас, но по закону, в любом случае, начинается, пусть найдутся какие-нибудь миллионеры, которые дадут деньги на... Понятно, можно найти миллионеров, наша система напрягать миллиардеров, и их деньги по-разному существуют, это не так плохо, но лучше пусть, я считаю, что лучше пусть казанский миллиардер дать десяток миллионов рублей на музей, любой, а не на то, чтобы просто так это дать на страховку, чтобы в слуховом случае произойти не должно. Вот это еще одна такая линия борьбы, которая у нас происходит, и еще один вопрос с ними был связанный. Да, и есть обсуждение, в каких городах еще могут платить центр Эрмитажа, и город Екатеринбург, город, с которым мы связаны очень тесными узами, в Екатеринбурге. Наша коллекция была во время войны, спасены, даже часть находилась в Папевском доме, в перворазме семья Романова. У нас уже есть работа в Екатеринбурге в райской школе реставраторов Эрмитажа, и, естественно, чтобы там тоже делать центр. Но почему-то местные власти Екатеринбурга считают, что они должны договориться, просто им министр сказал, может, Эрмитаж, и они уже начинают писать в серебро-газету, что Эрмитаж, вот мы вот все, Эрмитаж приедет, будут, Эрмитаж и вещи, это правда так, и вообще не сразу не поговорю с Эрмитажом. Что местный министр культуры, на что мы же не говорим, что так не делается, мы привыкли к тому, что делаем в Англии или в Голландии или на Владивостоке, в Эрмитаж обращаются сначала, и тут переговоры, потому что это сложно или непростое дело. Так что тут мы их пока с ними переговоров вести не будем, тем более я вот вчера объявил, я посмотрел на YouTube, они открыли мощный ресторан с многими залами, называется Эрмитаж. Они гордятся, написали в «Известиях», гордятся, и там внутри реплики, репродукции, картины с Эрмитажа из Корёшнева, там в «Союзе Европе» и Рубенса, там еще чего-то, чего-то. Ну, пока у вас Эрмитаж такой, то, значит, говорить о Эрмитаже настоящем, наверное, мы не будем. Это, кстати, вот тоже сюжет. Вот использование имени музея, об этом тоже в теме разговор, и партнерство музея с разными коммерческими предприятиями. Ну, в мире есть много гостиниц Эрмитаж, а вчера мы открыли официальную гостиницу государственного Эрмитажа. Здесь у нас в Цербурге, на улице «Правда», тоже вопрос, с которым можно спорить, это партнеры. Отдельный вопрос архитектурный, я считаю, что там все нормально архитектурно, и, ну, как раз гостиница с небольшим количеством номеров, роскошная, которую вы видите здесь, ближе очевидно, на грани роскошнее, и вы не переходя через пределы хорошего места. Но дело не в этом, значит, как вообще могут музеи соотноситься с гостиницей? Ну, во-первых, в мире есть много гостиницей, которые называются Эрмитаж, потому что нам принадлежит только название Эрмитажа государственного Эрмитажа, это Эрмитаж Петербурга. И это у нас зарегистрировано, как торговая марка, в том числе и в гостиничном секторе. Если кто-то хочет назвать себя Эрмитажем, и ясно, что имеется в виду наш музей, а не Эрмитажем, то это уже наше право, и его надо у нас куда-то покупать. В стране у нас очень много любителей использовать чужие марки, так, без самих себя. Ко мне много приходили из разных гостиниц, вот мы строим гостиницу, у нас отличная идея, мы хотим ее назвать Эрмитажем, и хотим вам предложить помочь нам покупать там мебель, чтобы мы что-то... Стоп! Вот. Патент, вот, права наши, готовы выкупить право? Окажет, жили в осенью. Да, есть, вот, пожалуйста, юрист, смотрите. А, нет, ну мы тогда, мы не готовы, нам столько не заработать. Если нам столько не заработать, нам все благо гостиницы не надо себе. Так несколько не состоялось. Другие есть гостиницы, небольшие, которые все-таки называют себя Эрмитажем, и пишут, что Эрмитажем приют отшельник. Ну, ладно, небольшая гостиница. Есть разные бандиты, которые называют себя Эрмитажем, сериалторские контроли. И бандиты бывают очень крупные, это, кстати, очень хороший показатель. Бандиты или не бандиты, особенно иностранные фирмы, которые приезжают. Если они нарушают вот такие элементарные права, как копирайт в музее, или думают, что тут черная, ничего ни у кого не запатентована, и начинают изображение Эрмитажем, для рекламы там свои какие-то вещи делать, то те, кто приличный, после звонка нашего юриста, убирают рекламу, дают на фоне Зимнего дворца, или платят за право разрешения, по крайней мере, по-моему, по-моему, есть такие вот знаменитые фирмы Эрмитаж Кепетл, которая просто называют Зимним Эрмитажем. С самого начала было видно, что бандиты, потому что они называются Эрмитажем. У них на логотипе, изображенном подобии Зимнего дворца, ясно, что имеется в виду Эрмитажем, и они ни разу, их юристы, даже не откликнулись на все наши требования вступить в переговоры о названии. Ну, потом мы не стали, особенно сколько их все стали сажать и выгонять, уже травить, нет, ну, совершенно само на чем, вот что-то джуническая фирма, которая не выполняет элементарных правил уважения к копирайту в нуждомных учреждениях. Когда фирма Роткаса выпустила на сигареты Эрмитаж, и мы им объяснили, что, опять же, они используют наш логотип, поэтому имеется Эрмитаж, и для нас это плохо, и морально мы считаем, опять же, без разрешения, во-вторых, мы не считаем, что сигареты можно вызывать Эрмитаж, и мы еще понимаем, что покупки сигарет с помощью названия Эрмитаж не будут повышаться, но в рот будет хуже, не вот, которые вы говорите. Но там руководили всем этой фирмой серьезные люди английских, собиратели искусств, с которыми мы вполне в контакте, мы сажали бы немножко переговорить, и они прекратили выпускать сигареты Эрмитаж, стали сначала остаток продали в Китае, и выпускать больше не стали, и поняли, что ошибки здесь есть. Люди, которые знают и этот их, не джунгрии, а эта гостиница, люди, которые сделали эту гостиницу, с самого начала, сказали, мы бы хотели как-то вот сотрудничать с тем, чтобы создать единые программы и получить возможность быть вашими официальными компаниями. Мы договорились, опять же, с совершенно нормальным начала, что происходит, мы выступаем в свой товарный знак, нормальный бизнес, при определенных условиях и условиях эти, наличие целых программ, связанных с Эрмитажем, там будет, все равно, автобус будет ходить в Эрмитаж, будут программы связаны с Эрмитажем, будут билеты, специальные экскурсии, в общем, клиенты гостиницы будут все добиты Эрмитажем, и гостиницы все его разные, напоминания о Эрмитаже, и, в общем, всем будет ясно. У нас есть партнер, который, нам не столько там, дорогая гостиница, наш гостиница, все равно мы сидим в других гостиницах со скидкой, но вот какая-то такая система взаимодействия музея и гостиницы, она может есть, кстати, это более новое ноу-хау, где такого нету, она будет функционирует, но это вот пример порядочных людей, которые пришли, сказали, вот есть идея, давайте попробуем договориться, чтобы было мало, и нам хорошо. В результате, и нам хорошо, мы не участвуем в доходах в музее, но мы уже получили, сейчас получаем, сумму, которая достаточно великазна, для того, чтобы не компенсации за то, что не могут использовать именно этот этаж, но оно использование в большином множестве разных пунктов, как это может быть использовано, но вы бы нас научили наши разные спорцы. Вот несколько эпизодов, связанных с тем, что происходит в музейном мире с острыми углами, при этом, вот еще одна вещь, у нас сейчас висит в Аполлоновом зале, висит два шедевра, висит совершенно в шедевре, картина Сезанна, игроки в карте, из музея пухтов в Лондоне, ну, Сезанна вообще великий художник, на самом деле художник великий, в смысле, в аукционах разных цен, и картина, которая здесь висит, я не буду называть с кого ее страховая цена, но аналогичная у Сезанна есть несколько игроков, аналогичная картина была продана недавно Еру Каттеру, и сейчас, по коллекции, 250 миллионов долларов, 250 миллионов долларов, это самая высокая цена для плачатых картин, причем она на порядок выше всех других целей. Я помню, как эта картина, я не помню, сейчас надо проверить, за сколько ее продавали, потому что купили ее, ее купил Эмир Каттер, частного профессионера, попробовал Эмберикос, Эмберикос, Эмберикос сам умер. Я помню, как эта картина покупалась, это была ассоциация, она была на аукционе, потом Эмберикос ее купили, это муж и жена, что она сейчас пришла. Я только в доме видел эту картину, говорили, как ее только что купили, все, ну, с тех пор, значит, цена, я думаю, раз у вас возросла. Надо сказать, что у Сазана появляются такие супервещи, это действительно картина из лучших картин Сазана. У него есть один из натюрмуртов, который тоже, если ты недавно продавался, безумная цена, но та безумная цена была, по-моему, 60 миллионов. Тоже был свидетелем, как шел в аукцион, я на аукционе я не был просто, был в гостях у людей, которым это интересно, музейный директор, невелкие коллекционеры, и там все гадали, кто купил, и гадали, кто все-таки купил. Потом, тот, кто купил, был у меня в гостях, это Стив Блин, директор, хозяин Мас-Вегаса, собиратель был, он купил, он мне тут рассказывал, какие были все интриги, как он это все покупал, с тем, чтобы не заплатить слишком много. Но все-таки достаточно важно. Вот блюд. Тоже, вокруг картины есть и такие все время флеры, это все время деньги, которые вокруг музея существуют, они помогают жить, не мешают жить, потому что очень трудно все время объяснять, что искусство не имеет цены, что деньги, это подходящие, подходящие никакого значения не имеют, уже не имеют, когда люди только деньгами начинают оценивать качество искусства, это... есть один, глубина формулировка, когда оно ist бессценно, бесценно, бесценно, то, что находится в музее, бесценно, потому что это никогда не должно попасть на рынок. Цена процедуется на рынке, цены не существуют простые вещи, рынок определяется, но вещи, вещи, которые в музей никогда на рынок не должны попасть. Но мы знаем из нашей трагедии, что не попадают, аtha иногда у рынка, надеемся, что больше никогда этого не будет, но тоже отдельный рассказ, игры отдельно, на историю. Я говорил, что состоит в лекции, состоит из своих вопросов, и, собственно, вот эти вопросы, на которые я попытаюсь ответить в своих рассказах, на которые здесь студенту о том отвечает. Первый вопрос – зачем, когда и кому нужны музеи? Потому что музеи возникают, музеи исчезают, могут все уйти. Второй вопрос – кому принадлежит искусство? Тоже вопрос непростой, частный, собственный государственный, кто должен распоряжаться принадлежите музеям. Как хранить и как показывать? Это вот степень вопросов по доступности, степени доступности музейных фондов. Кому мешает музей? Следующий вопрос. Вот есть художественные рынки, музеи ему и помогают, и мешают, точно так же, как музеи мешают. Ну раз, теперь у нас очень много людей, у которых мешают музеи, значит, свежая история – это требование убрать с экспозиции картину Репина Иван Зрозовец, сын, уже убивает своего сына, уже управляются пикетки. Ну, предыдущая история с выставкой братья Чапанов у нас, многим музеям мешает, что с ним то делать. Это тоже отдельный сюжет, он большой, про него тоже много говорили. Зачем нужны выставки? Я думаю, уже коснулся выставки. Нужно ли их делать? Нужно ли их делать так много? Хотя, это как с археологией. Всем, в общем, примерно ясно, что археологи уже накопали столько всего, что можно остановиться и изучать то, что накопали. Тем более, что археология – это наука, которая разрушает памятник. И до сих пор даже все современные методы не позволяют сохранить памятника, чтобы он сохранялся. Вырушают, убирают речи, фиксируют. Поэтому есть такая идея – давайте можно остановиться и подождем тех времен, они уже явно скоро, когда можно будет делать раскопки, ничего не портя, не уничтожая, а сохраняя. Ну, невозможно тогда. Для живой науки надо копать землю. Надо археологом, надо копать землю. Музей надо делать, то есть без этого музей кровь по жилам не ведет. Так что выставки, в общем, дружить для музея – это тоже замечательный сюжет, потому что все очень любят говорить о том, что музей курируют, лозку бросаются. Но вообще-то музейный мир – это мир, в котором музеи, в общем-то, дружат больше, чем… Ну, если рассматривать музей как нечто такое экономическую корпорацию, вот у нас была когда-то в самом начале, мы поговорили с фирмой Маккензи, что это самая дорогая конструкция, на самом-то говоря, фирма в мире. Они нам расскажут, как жить в этом мире, как делать музей, как собирать деньги и всякое такое. Сказали, хорошо, да, они нам сделают, и их обычный прием ездит по разным аналогичным учреждениям и собирать сведения о том, как у них это делать. Когда они приехали, никто были потрясены, но вот когда мы работаем для разных клиентов в бизнесе, потому что никто ничего не хочет. Какие конкуренты, рабочие в том же поле, не хотят рассказывать, как они там добывают деньги, как кто-нибудь, и секретов не выдают, очень сложно выяснить. А тут прямо, когда заявлены наши, там дают все, давали в кровь, готовы дать даже самое ценное, что есть у каждого музея, это злой mail-list. Это список людей, которые готовы помочь, и которые мы можем позвонить, если тебе даже купить картину или что-то, проект осуществует. Вот такие клиенты и друзей, настоящие, готовые открытия, даже это все дают. Ну, бывают примеры, у нас, ну, потрясающие примеры, такого, как и в одном губкомфорте, вот, пройти в Амстердаме, мы открываем армитаж Амстердама. Совершенно ясно конкуренция к крупнейшему амстердамскому музею. Ну, когда мы его уже открыли, казалось, музеи все закрылись, и, примерно, 10-летний Рикс-музей, Мистедлик и Ван Гог были закрыты, они частично закрыты, вот сейчас они открылись. Ну, не важно, значит, возникает музей, который явно знаменитый, появляется в Амстердаме, и открытие музея происходит. В газетах амстердамских, сейчас это платное объявление, поздравляем вас с открытием. Рикс-музеем, музей истории Амстердама, музей Ван Гога, музей Стедлик, все музеи Амстердама. Ну, такого невозможно ни в Нью-Йорке, ни в Петербурге. Ну, в Петербурге еще можно, в Петербурге с Москвой точно нельзя. Ну, на самом деле, результат очень большой работы, мы, в общем, очень много работали вместе с этими музеями, действительно, в Дугольский мир. Так что музеи, в общем-то, дружат друг с другом, хотя могут вовсе иногда и не дружить, например, о том, мы тоже видели, действительно, недавно, и у нас. Должны музеи быть неприкосновенными, это тоже важнейший вопрос, связанный с продажами, непродажами из музеев. Просто полуслова в Соединенных Штатах считают, что эти музеи можно продавать, а в Европе, в общем, считают, что нельзя. Наш мрачный российский опыт показывает, что ни в коем случае нельзя начинать продавать эти музеи, кончится разорением и разгромлением. Другой вопрос, как музеи относятся к коллекционерам? Это тоже отдельный мир, я немножко уже его упомянул, о том, что по-разному бывают вещи, хотя общая главная ситуация в том, что все музеи, все равно все коллекции рано или поздно выпадают в музей. Ну, это может быть большой музей, это может быть музей, который сами конкурционеры создали, но вершина всего этого процесса, который начинается от работы художника или режиссера, кончается рано музеи. Полезны ли музеям музеологии? Это вопрос кафедру, музеологии и так далее. Тут вопрос тоже непростой, есть о чем дискутировать, есть такая страна Великобритании, там особенно развита музеология, там специалисты, которые пишут вот эти толстые книги о том, как руководить музеем и руководениями, когда очень много, и обожают проводить семинары. У нас в России было семинар 20-го года, перестройки о том, как руководить музеями. Теории очень много, хотя на самом деле наука такая есть, и опыт работы нашей кафедры показал, что действительно есть много вещей, связанных с музеями, которые можно отвлеченно, которые, во-первых, можно учить, и которые отвлеченно можно исследовать. Но вот тут тоже есть о чем говорить. Другой вопрос, кто лучше, музей или окружающий мир? Ну, это мой любимый тезис, что, ну, касается, во-первых, Эрмитаж, что Эрмитаж всегда был немножко лучше, чем все, что его окружает. Ну и вообще, это отдельный разговор, поговорим о музее, дает рецепты экономики, социальной политики, охрана памятников, диалога культуры, значительно лучше, чем это умеет делать город в целом, государство в целом, не только в России, а в ШИИ, начиная с экономики, которая зарабатывает деньги, но никогда не претендует на 200% рублей. Есть любая сдача экономики в развитии этого вопроса, значит, у нас будет декабрь культурный форум, там будет все в музейный день, и вот там один из вопросов, который как раз посвящен этому, экономики и тех границ, которые могут возникнуть музеев в сфере зарабатывания денег. Ну и есть и философия музейного дела, это последний вопрос, и это 12, как бы вопросы резонансово-билетов. А философия музеев, безусловно, есть, и у нас есть несколько вот таких общих положений, связанных с общетеоритическими, о которых я хотел сейчас кратко остановиться, если мы говорим о метафизике. У музеев есть глубинный, в общем, смысл существования, и у нас великое счастье, у России, у нас есть великий философ Николай Федоров, из идеи которого родилось самое великое, что у нас создан выход в космос, выход в космос, как говорится, в результате, такая прямая линия, как философ создал, помог создать через Циолковского нашей космической индустрии и космического искусства, он написал трактат о музеях. И вот этот трактат о музеях, по нему и на Лековском музее читать, там все очень изложены, те глубинные причины, по которым должны существовать музеи. Есть одна глубинная, но очень простая, как известного у Федорова, идея, и этот вопрос ему задавал Циолковский, вот мы выйдем в космос, то есть нет, наоборот, что Земля перенаселяется, Земля перенаселяется, нужно выходить в космос. Вот его идея была, что все люди на самом деле, не умирают люди в воскреснух, и воскреснув, они заселят окружающие небы, для этого нужны космические разработки, ракеты, вот, ну, Чиолковский, не стал, чтобы все люди потом воскреснули, но надо жить, потому что когда все воскреснули, то жить им не надо. Ну, а для того, чтобы воскреснули, тут есть некоторые разные причины, но надо сохранена память. И вот дальше начинается музей. Вот музей сохраняет ту память, которая дает людям право на людьми, народам право на память, память будущего и право на существование будущего. Не только право на то, чтобы вас помнили по-тругому, право на то, что вас дали. чтобы вы воскресли. Ну, если вы не верим в воскресенье, то в любом случае музей, это учреждение, которое делает самое главное дело, сохраняет память, так же, как и библиотека, и армия, сохраняет память о нас. Люди существуют для того, чтобы они помнят, когда они помнят, просто прожили короткий период, черт, пусто. Если сохранилось имя, даром самое страшное было при цивилизациях, когда из надписи уничтожали имя человека, вот все, вот, тогда ты уже кончил, доносил. Поэтому, по существу, вот это право на бессмертие, оно дается в частности музеям, которые собирают вещи. И музей, это не просто учреждение собирающихся, это учреждение, которое является по существу, как писал Фёдор, рудиментом или рудиментом, учреждением культа предок. Все религии, вообще-то, всех своих оконченных собираются с культа предок. Главный пульт религии человека – это память о предыдущих поколениях, уважение к тем, кто был до тебя. И вообще-то ничего у нас, никакого другого морального критерия нет, кроме того, чтобы быть достойными тех, кто нас породил, своими родителями, своего народа, своей историей. И на этом всё должно строиться. Ещё одна очень важная вещь, тоже вот эти глубинные вещи, где в музей собирали подлинные вещи. Это было важно при Фёдорове, очень важно сейчас, когда мы живём в мире виртуальном, где всё враньё, всё не так, всё можно, всё можно элипулировать. Есть вещи, вещи-подлинные, в которых теоретически можно коснуться, в которых есть своя мистическая энергия, которую люди безусловно воспринимают. Вот смотрите, сколько здесь для очереди в музей посмотреть картины на все там большие выставки. Хотя любую картину можно прекрасно рассмотреть, даже ещё лучше, на экране компьютеров, книги, тем не менее. Люди стоят часами, по чередям, приходят, смотрят, и объяснить никто толку не может. Все понимают, что видеть подлинные вещи – это особое совершенно впечатление. Оно очень нужно, оно очень нужно людям в сегодняшнем мире, где очень не знаешь, чему, как определить. Вот это некоторые-таки основы метафизики Фёдоровны, как комментируют другие его вещи. Они совпадают, в общем, с принципиальными позициями жизни музея. В учреждении, в котором есть и своя философия, она такая тоже проста, есть как и два течения философии, смысла музея. Что делает музей? С одной стороны, музей не хочет упорядочить существующих. Это, по-своему, это семья Аристотеля. И таким был мусион, который был создан на Эссенрии, это был первый музей. Ну, по полочкам разложить, из чего состоит мир. Там у себя не были и книги, и произведения искусства, и отрасцы руд металлов, и отрасцы шлотных, посекомых. Все это изучалось, изучали это поэты и ученые. И дальше рождались после этого курс-камеры, где тоже собирались. Вот все разные интересные вещи, вам хочется увидеть, из чего состоит мир. И от этого идет такая научная тенденция музея, собрать, обо всем рассказать. Первобытные искусства, первобытные культуры, средние века, одно время, свое время. То, что я говорил о том, что это не всегда может быть точно, это можно легко сделать, потому что полную картину никому ему музею дать не могут. Тем не менее, идея вот, развертую, по полочкам объяснить его, она присутствует в задачах музеев, и в одних музеях в большей степени, в других, в меньшинстве. А другая вещь, это, условно говоря, в музее вещи, как трофей, как нечто удивительное. Ну, проделось это из трофей, которые давили храмы античные и прочие другие. Что-то необыкновенно, хороший, замечательный лидер, либо вещи, которые собирали люди, одержимые. Ну, по коррекционированию таких лидер, в общем, многое, это вести в человеке, что-то замечательное сделать своим, а потом похвастаться что-то своим. Потому что, на самом деле, делать своим, нужно обязательно похвастаться сокровищами. Нельзя это сокровищами хвастаться. Есть такая легенда, что есть такие черные коррекционеры, которые что-то такое заказывают, у них крадут, и они там всю жизнь сидят и сюда помнят, не любуются, типа, украденными вещами. Нет таких черных коррекционеров. Если бы они были, мы бы уже знали, люди же умирают. И сколько умирало коррекционеров и людей. Один раз только нашелся, значит, во Франции один тип, он, у него была другая, он из всех музеев крал, что ли. По мелочи, небольшие вещи во Франции. И потом, когда он умер, обнаружился вот у него целая коллекция этих краденных небольших вещей. Это, по-моему, чуть не единственный случай, когда вот было видно, что человек что-то имел и не хвастаться этим. Не может коррекционер не хвастаться, он должен показывать. Поэтому украсть вещи из музея, держать у себя. Поэтому только бандиты – это особая вещь. Эти вещи, украденные внутри, используются как залог при обменах, при даче долга. А коллекционер – это коллекционер должен обязательно похвастаться тем, что у него есть. Вот из них такое собирание, он в музейной сфере вливается в особое внимание к замечательным вещам. Вот лучшие художественники. Вот смотрите, пока только лучшие художественники. В отличие от того, что пока запросим всех художественников. Вот это такая вторая иния развития музейной философии. У нас проблема эта есть сейчас здесь в главном штабе. У нас есть замечательные залы, где мы имеем в виду искусство 19-20 века. И мы теоретически можем показать эти залы для искусства всех стран Европы. Это красиво, хорошо у нас есть жилка здесь всех стран Европы. Но, как вы понимаете, она у нас вся очень разная. Из-за одной стороны будет Франция с коллекцией прессионистов, идет Германия с Фуаром Давидом Фридрихом, а будут другие европейские страны, у которых есть совершенно замечательные художественники. Но у нас их не лучшие вещи, или, может, не лучшие имена. И даже Россия будет у нас выглядеть не очень хорошо, хотя мы уже ведем переговоры о том, чтобы из частных коллекций что-то надолго хранить не иметь. Тогда будет полная картина. Вот делать полную картину, либо делать только высвечивать шедевр. Это большая проблема, при том, что, конечно, нужно, вот для чего существуют выставки, меняются поставленные экспозиции, причем нужны фонды. Материал должен быть для всего. Время от времени могут меняться точки зрения, и разные художники будут показывать больше или с меньшим акцентом. Ну и физика музея, что, чем занимается музей, тоже очень важно, потому что это как бы спор, есть такое общее представление, что-то бывает, если я дальше скажу, то музей мы только что-то показывали. Музей, прежде всего, это собирание культурного растения, хранение, реставрация, изучение и представление миру и публике, это тоже разные вещи, миру, это просто готовность, я думаю, при желании изучить, публике, потому что это показывается. Еще одна задача музея – удовольствие поставлять. Вот он воспитывает, показывает, образовывает людей через удовольствие. Удовольствие художественное тоже особенное. Есть удовольствие от вина и просто выпить бокал вина. Есть удовольствие после долгого жаркого дня, и в хождении по пустыне выпить стакан воды или даже вообще припишем. Разное удовольствие. Есть еще третий вид удовольствия. Удовольствие от есть бокал вина и просто приятно все видать. Есть удовольствие от спортивных занятий. Помучился, что-то сделал, и вот после усталости ты чувствуешь себя за человеком. Или когда-то забираешься на горы, более мистично, да? На горы, а ты не забираешься, вот пришел на горы. Вот удовольствие музейное скорее вот из этой природы, потому что без усилия удовольствие от музея, оно такое очень повертность. Оно тоже есть. Но все равно можно привить какое-то усилие. Усилие понять, усилие потом попытаться понять, что это такое. Понимать, что ты что-то можешь узнать. Потому что все-таки музей – это мощнейшее образовательное учреждение. И особенно сегодня, когда образование должно быть непрерывным. Нельзя нынче учиться в школе, и все достаточно, в университете – и все достаточно. Человек должен учиться все время, и он не учится все время, не вслух. Музей приспособлен к тому, что мы можем ненавязчиво всю жизнь учиться, и в нашей культуре все это показывать очень хорошо. И еще важная вещь музея этой жизни, особо для таких больших музеев-тапонаж, это совершенно необыкновенный демократизм в своей природе. В музее есть вещи для всех. С одной стороны, у многих человек должен помогать усилие, узнать, понять. Но и так музей дает с каждым его входящим уже что-то, уже какую-то информацию, уже какое-то удовольствие, что-то минимальное, чем всегда может понять. Ну, говорит, а все, вошел маленький ребенок, он смотрит на полы, все, радость, больше ничего не надо. Вошел человек, ничего не знающий, сколько там в джунгле, вся эта красота дворцовая, уже достаточно. Потом он тут задумается и спросит, кто тут жил. Кому-то интересно, действительно, кто тут жил и как жили роскошно. Кому-то интересно, как происходила тут русская история. А кто-то видит просто великие имена художников. А кто-то придет специально посмотреть вот эту именно картину, потому что он уже все знает из-за чего. И на всех этих уровнях музей дает материал. Поэтому и всюду он одинаково, сам музей, где этот организм добр ко всякому, кто к нему приходит. Никто не отвергается. Мы говорим о том, что надо учиться и все. Отвергаются только те, что говорят, эту фигню уберите из музея, она там оскорбляет или что. Но вот это музей отвергает. Потому что что находится в музее, это решает сам музей. Искусство, то есть искусство, если нам попало в музей, а это искусство, это раз в музее, значит искусство. У нас будет рассказывать у Роба Травшинга, у меня есть художник по парке, он ходил по эрбитажам, он говорит, это не применило. Он говорит, у вас самое лучшее искусство – это пожарные краны, которые есть. Ну, надо сказать, что действительно пожарные краны, старые такие, с серой трубой, с красным цветом, они выглядят вполне как современное искусство. Так вот, от этого мы здесь еще переходим к этому обывательству подходу к искусству, к которому мы все время должны бороться, потому что он и опасен все время, если нет основы опыта крейдерских разных захваток музеев и музейных коллекций. Здесь два представления таких о музее, очень любят, например, февраляисты, в основном те, кто не ходят в музей, но уже был музей. Скучно, пыльно, что-то там хранят, какие-то занепанные люди, и ничего они не понимают, ни что у них, и не знают, и, как всегда, ничего не знают, ни что они хранят. Вот, когда мы, например, пишем в армитаже около трех миллионов вещей, но, видите, они же не знают даже только у них сколько вещей, около трех миллионов, да? И поэтому дальше следует сказать, надо бы навести порядок и представить людей, которые не изображают себя искусствоведом, а которые хорошим менеджером, умеют знать, как там на складе, все разложить по полочкам, ну, какие-то, где надо, то есть, от лучших по городу. Потому что следующая позиция существует одновременно у тех же самых людей, там лежат несметные сокровища, как ящики оттуда, эти премианты, драгоценности, вот только взял, и вот как бы хорошо иметь, как можно это все продать на рынке, как бы это здорово. Если неправильно, то навести порядок, в общем, надо навести порядок, такие сокровища не должны оставаться без контроля профессиональных менеджеров, как от лучших по городу. Вот, и эти позиции все время существуют, они существуют все время в нашей жизни, вот, глядя вокруг и читает, общая тенденция, что вот нужно так это все можно организовать в музее, она существует, почему? Потому что, совершенно конкретно, если выходить в музей с не музейными, а рыночными позициями, то, например, конечно, не надо, сколько много музеев, если их слить все вместе, то оказывается, что сколько одинаковых вещей, да, в одном и том же музее. Ну, мы не берем картины более-менее одинаковые, но тоже как музей Толедо, а зачем столько Эльберетто, да, это точно-то, что мы говорим, зачем столько Пикасов, что же, зачем сколько Ренберто, да. А если это музей вагенный, вот, одинаковые сабли, да, 4-5, ну, зачем нам столько, да, если Ренберто, да, вот давайте одну сохраняем, а 4 на рынок, у нас антикварный рынок, ну, колодный, там не хватает ничего, смотрите, сколько у нас коллекционеров, давайте все туда, это вот прекрасный способ оживить. И это, это не анекдот у нас не всегда совсем вот так вот до слова «рынок» произносит, а на самом деле за очистительные попытки и всяких вот таких рейдерского контроля на музее, не в стране, это вот как бы распорядиться тем, что владеет, причем исходит из двух совершенно неправильных посылок. Во-первых, при всех тех громадных суммах, которые иногда звучат на аукционах, музейные вещи, попадая на рынок, стоят много, но не сравнивая с тем, что тратится государство, фукается в любой отдельный момент, даже если делает цена полезное дело, а не просто, когда растрачиваются. Ну вот, самая высшая цена для картин, 250 миллионов долларов Сезан, ну, что говорить, 250 миллионов долларов для бюджета России, там, для Олимпийских регионов, для строительства завода и всего остального, не так велики эти суммы. Кроме того, все суммы в музее существуют только в результате большой научной и просветительной работы. Нужно создать культурный продукт, а не просто вывести вещи, только из идеи. Вот, тут повесили хорошую вещь, и все, тут толпы сюда придут. Очень хороший пример для вот такой дискуссии, что это не так, была вот нынешняя история про попытку отнять журмитаж в нашей коллекции представительств и форекс-коррессионистов для Москвы. Общая логика тех, кто стоял за спиной Александра Анатолова, что нам, в Москве, нужен хороший музей, в который будут ходить туристы. Вот мы все вместе возьмем, и все туристы перестанут ездить в Петербург, будут приезжать в Москву, и там будут затолпиться. Ответ очень простой. Коллекция Чухина-Морозова разделена примерно порогу между Москвой и Петербургом. В Москве точно такая же хорошая коллекция, как здесь у нас, в Петербург. Пойдите, посмотрите, сколько людей в музее имени Пушкина в залах компрессионистов, и сколько людей в залах компрессионистов в Эргендаше. Их здесь столько придет, потому что тут матится, потому что это Эргендаше. И вот это здесь все создано, вся история, то, что можно увидеть рядом, и вся история здесь представлена так, что люди и был приедут толпами. А там уже только на отдельных любителей. Поэтому наука, просветительство в музее, это важнейшая часть. Без этого музея не существует. Просто вещи, повешенные на стенку, это еще не музей, это совсем не то, что иногда кажется. Поэтому в музее сочетается, вот у нас будет в следующую неделю коллегия министерства, где мы специально рассказываем о научной работе Эргендаша, произведительской. Эргендаш по существу является Академией наук. У нас внутри Эргендаша можно даже чисто насчитать пять академических институтов. Институт истории искусства, институт всеобщей истории, институт русской истории, институт археологии, институт высокоэффекта, пожалуйста. Было время, когда у нас было больше институт археологии, а самые тяжелые времена перестроящие. Эргендаш — это университет. Бесконечные курсы такие, всякие, разнообразные. Это вот это учреждение в семью обучения. Ну и, конечно, Эргендаш — это храм, который всем понятно, воспитывает, он как храм воспитывает людей, воспитывает педагоги, дает им знания. Он дает им некое понимание того, что это такой хороший вкус. Когда у людей хороший вкус, они могут по-другому относиться ко многим вещам, потому что хороший вкус и культура — это когда люди знают, что этого нельзя делать, потому что делать нельзя никогда. Когда люди воспитывают музей, что нельзя вплевать на поле музея, вот это потом поможет им вплевать на поле и в других местах. И одна есть важная вещь сегодняшнего музея, переходя к картинкам и проектам «Большой Эргендаш», — это открытость музея. Вот все наши проекты, о которых мы рассказываем, и проекты нашего Молодежного Центра, это проекты открытости, большие открытости музея. Музей — учреждение науки и само по себе очень важное. Открывается людям, и вот наше фондо-хранилище принципиально сделано как открытое фондо-хранилище с особо видом показывающей. То, что мы планируем, мы планируем сейчас, у нас проекты, мы будем тоже представлять на коллегии министерства и рассказывать. Открытые публичные библиотеки, где каждая библиотека, но стать открытой публичной библиотеки туда приходить легко. Сейчас туда попасть трудно, но закрытая внутренняя библиотека. Нужно стать местом, где могут с ними общаться, где будут в библиотечном таком ареоне встречаться люди, кружки, лекции, все самое происходить. И, в общем, это такая тенденция, которая существует в мире, она нова, потому что, как говорят, критерий достоинства музея. Вот один из главных критериев достоинства музея в сегодняшнем мире, в сегодняшнем мире, это насколько он взаимодействует с окружающей его человеческой средой. Насколько музей играет роль в окружающей среде, в районе, в городе, в стране, в мире своими связями прямыми и обратными. Вот этот отчет Британского музея, вот так и строится. Музей, музей и район, музей и город Лондон, музей и Великобритания, музей и весь мир. Советно правильный подход. Надо сказать, что Британский музей – это самый просветительский, стратегический, просветительский музей на свете. Вот, я думаю, это все очень хорошо структурировано, это просветительство. Ну, в открытости есть еще одна сторона, к которому царевый пункт. Всякая открытость делает тебя уязвимой. И вот классический пример открытости. Тогда как, ну, каждый этаж всегда много зала, которые закрыты. По разным причинам. Ведут ремонты, нету смотрителей, что-то лежит, что-то закрыли, какие-то залы закрыты. Всегда, ну, в общем, как-то неудобно, понятно, что это бывает во всех музеях мира. Как-то мы решили, ясно решил, давайте будем сделать, будем всех оповещать. Не только я, у меня каждое утро, когда у меня утром начинается доклада службы безопасности, мне кладут в план музея, какие залы по каким причинам открыты, закрыть их. И дальше разбираемся. Ну, давайте будем публиковать на, мы входим в музей, на сайте музея, что сегодня какие-то залы закрыты, чтобы люди знали, что сегодня вот тот и тот увидеть не важно. Ну, очень хорошие люди. Мы усилием на сайт стали делать, понимаете, как там все время получать, объявлять. И вдруг мы получаем иск в суде. Это дам, прочитав на сайте, что какие-то залы закрыты, был на нас иск. Знаешь, за меня есть конституционное право доступа к музею, доступа к художественным ценам. А музей в виде телевизиал и закрыл. Сегодня, когда я пришла в музей, такой-то зал закрыт, такой-то зал закрыт. Ну, это закрыт, это безобразие, я требовал компенсации, я требовал наказания директора. Та-та-та-та-та-та-та. И, ну, таких сломанных людей достаточно много, атак на нас бывает много. Когда-то так должен уметь отбиваться. К счастью, атака была, видимо, подготовлена, как многие, со стороны, без захождения в музей. Это, кстати, очень часто бывает, когда спешки и гадости. Люди, которых в музее не были, это можно премьерить. Оказалось, тут помогло что-то, что она говорит, я пришла, и нет. Во-первых, у меня не было билета в музей. Во-вторых, в этот день, о котором она утверждала, там наша ошибность, ну, Россия все-таки. На компьютере, на сайте армитажа, мне повещали неправильные сведения, они были устаревшие сведения. Закрыты были совсем другие залки. Так что ее жалоба, она в суде не выдержала. Суд ее иск отклонил. Но это вот так и иск отклонило. А вот прокуратура отклонила, если по поводу того, что мы врате Чапана, это скопление, и нужно выставку закрыть. Но это было до принятия закона о чувствах верующих, защите чувства верующих. Если бы закон был уже принят, нам было бы уже сложнее. И мы уже, вот тут делаем выставку Кабакова, мы некоторые там делаем, что-то сильное масло, мы вставаем, убираем, если художник согласен, потому что выпуск бывает лишний, лишний. Так что тут много разных, всякая открытость, она дает возможность кричать людям, которые маргинальные, которым, на самом деле, нечего делать. Дискуссия о музее и культуре, это большими часто бывают интересы других. Вот это несколько таких общих соображений и теоретических эпизодов музейной жизни. Сейчас я хотел бы показать картинки, посвященные нашему проекту и программе «Большой Эрмитаж». Это та программа, по которой существует Эрмитаж уже в 15, и мы ее считаем программой на 10-20, поскольку смысл программы сделать все наши коллекции доступны. Коллекции доступнее. Они не должны быть все выставлены. Вот, давайте, любимый вопрос, какой процент у вас выставленный. Они не все должны быть выставлены, но все должно быть доступно. Человек должен иметь возможность как-то увидеть то, что он хочет, если он хочет, чтобы он себя направлен. Поэтому есть целый набор уровней, на которых вот эту доступность можно осуществлять очень динамично и сочетается с главным противоречием музейному. Доступность к категорическим противоречиям безопасности. Чем доступнее вещь, тем больше угроз безопасности музейной коллекции. Это ничего. Совершенно ясно, что если все закрытие, никого не показывать, все будет цель. Это мы должны сохранить, мы должны сохранить на следующих поколений, мы должны это показывать и на этом учить людей. Поэтому схема, которую мы предложили, она, в общем, работает. Мы уже ее предложили, как работающую очередь. Это большой Эрмитаж, исходя из того, как говорится, Большой Париж, Большой Токи, Большая Москва. Центр с пригородом. И вот так строится деятельность. Просто я напоминаю, что Центр Эрмитаж – это центр Петербурга, сердце Петербурга. Урбанистический центр – это очень важная часть проекта, как центр городской, не совсем градообразующего предприятия. Это, безусловно, центр архитектурно всеорганизовывающий, окруженный водой. Вода площадью. И вот здесь схема. Это схема из анализа развития Эрмитажа на будущий, который сделан нами вместе с группой Рэма Кокхаса. Архитекторство много лет отработаем, которое сейчас проектирует какие-то вещи для Эрмитажа. О том, как нам организовать взаимосвязь вокруг Дворцовой площади. Вот развитие Эрмитажа в Петербурге – это развитие Дворцовой площади, это здание главного масштаба, где мы находимся. И так все это соотносить с тем, чтобы Дворцовая площадь по-настоящему стала частью Эрмитажа. Она и так уже является входной зоной Эрмитажа – Александровская колонна экспонатного города и музея Гвардии. Но есть еще вещи, которые надо сделать. Мы тут делали разные схемы, как делать вхождение, как соединять разные части музея. Вот тут красная, чем юридическая красная, линия сверху. Вот есть такая одна из идей, называется «Быстрый проход», как в аэропорту. Собираете все лучшие вещи, и люди проходят, смотрят, платят ту же сумму. Остальное – для тех, кто большинство. Значит, сначала, когда это сказали, украинский великий архитектор, я говорю, что с ума сошел. У нас это невозможно, это вообще никогда не было. У нас в музее все там технологическим. Ну ладно, нет, нет, украли это все. А кто меня задумался по существу, когда мы вводим обзор на экскурсии в Эрмитаже? Они тоже составлены маршрутом, то, что все обходится, самые главные вещи, и человек увидел все. Ну, немножко можно чуть-чуть подвинуть, теоретически можно. Мы этого не будем делать никогда, но это возможный пример тому, что было в течение многих лет в Эрмитаже музей. Обстандартные, наконец-то, открылись в полном виде после реконструкции, но доходит все. Потому что было жутко. Они собрали, у них оставалось несколько зала. Они в одном зале собрали, в двух залах, все шедевры голландской живописи. Золотой. Понятно, что придумали. И количество посетителей у них было чуть-чуть меньше, чем количество посетителей Эрмитаж музея, когда он весь громадный адрес. То есть, по существу, вот, можно держать для менеджеров, для тех, кто дает деньги, вполне ясные указания, что все остальное не нужно. Приходят люди, вам придет те же полтора миллиона людей, которые будут платить, и все остальное пусть там лежит закрыто, кто-нибудь с тобой приходит. Правда, в Голландии Эрмитаж музея у него отсюда. Хотя был еще исторический музей, в истории Голландии. И как раз сейчас даже упрекают, что слишком много акцента на искусство, а меньше акцента на историю Голландии, потому что все периоды эти, они должны быть искусствовать. Хотя у них и так там в каждом зале, там в северном зале стоят пушки, и всего этого много. Так, кстати говоря, тенденция художественных музеев 19 века, и Эрмитаж тоже классическая тенденция, это такая сочетание прикладного искусства, истории и художественной культуры. Но вот всякие такие рассуждения возможны. А это вот план, который действует более или менее. Вот площадь, то есть разные входы, откуда, как ходить в музей, видите, тут и главные штаты, это существующая схема. И сейчас она дополнена тем, что мы готовим проход вплоть здание Малого Эрмитажа, и вдруг мы готовим в источнике завтра. Так что ты размышления об этом в центре, и вот в случае в центре, как бы, напоминаю, у нас стоит коронна Александровская наша теперь. Это уже не совсем тот Эрмитаж, который был 20 лет назад. Наша триумфальная арка, она триумфальная арка в памяти Галлина Наполеона. И вот такой, где в мире такого памятника Победы нет. Дальше арка смотрит в окно в Александровский зал, который весь посвящен Победы Мином Наполеона. Вот сейчас он выглядит так, здесь западная серебро. Дальше военная галерея. Предмаршальский зал. Я думаю, вы обратили внимание, что у нас уже все предмаршалы, в 50-х даже лишние появились, потому что мы вернулись в смысл к залу, и, скорее, не пусталый тоже есть. А что это удивительный памятник войны 12-го года, Георгийский зал. И одновременно музей энциклопедический. Музей, в котором представлен диалог культуры, которого все время надо напоминать. В самом деле, я в мире ковер Базаревский и Базаревский шатер, новые витрины с кондиционированием. Скифская культура. Олень Костромской север в Эрмитаже. Это скифы при Черноморье. Из коллекции Петра Пантера сибирские скифы. Это единство культуры Евразии. Лучше всего представлено в Эрмитаже. Один из главных посылов Эрмитажа. Это раскупки за Кавказьем. Как урарту, иранское серебро, среднеазианские фрески, фрески барахши, знаменитые фрески из Паджикента. Северный дудо. Это дудо, как раньше считалось, сасанитское. Теперь сардийское изображение. Напоминаю библейские сцены взятия Ерихона. Там луна и солнце одновременно. Висят и различные гряды из окон. И сасанитские педагогики искусства среднего блюда. Сасанитское ювелирное искусство. В раме средневекового Ирана. И греческая база царистов, лаза итальянская. Петрусские. В основном культуре мусульманские стали. Завенитые в Испании, лаза фортуни. Сокровища Шаха Мадира. Все призванные в качестве подарка в Петербург. Для того, чтобы рассказать о победе на Индии. Взятие Деви. Кольцо Шаха Шахана. Вот это все в армитаже. На этой нашей центральной площадке. Находится в постоянном диалоге. Чего нужно никогда не забывать. От задачи в музее все время заставить людей. Не забывать о том, что это все вместе. Человеческая бультура. Это одна из главнейших, важнейших задач музея. В принципе, сегодняшний день, когда мы все время то говорим, что мы готовы выбирать мигрантов, то мы готовы выбирать друг друга, то мы можем понять, что такое Россия, настоящая Россия. Вот многообразие культур. И разнообразие культур, которое есть главное удовольствие. И здесь можно рассказывать, в частности, о том, и как эти вещи сохраняются, и как они реставрированы. Вот это замечательные фрески из Центральной Азии, реставрированные нашими реставраторами. И тоже один из острых углов музейной жизни. Это нынешний Китай. Центральная Азия. Азицы из Центральной Азии. Где в начале века археологи и высоковеды со всего мира, от Японии до Великобритании, Франции, Германии, России, в оазисах, лежащих на шелковом пути, снимали со стен, брали книги, которые там хранились, были как бы забыты, запечатаны, ну так сказать, условно, да, явно не было в ноздре, уже были отдельные люди, снимали фрески, привозили и делали свои музеи. Это понятно, как и сегодня Китай, мягко говоря, упрекает в Европе за то, что эти фрески были сняты, хотя и достаточно много не осталось. Это такой постоянный расклад за империалистов, которые все это сделали. Ну и бывает, как нехорошо действительно фрески снимать. Я так не говорю, потому что многие фрески, так как они были в комнате Нихуани, там между ними пять метров, ничего особо не увидеть. Но дело не в этом. Вся судьба территории, которые, откуда это все привезли, и была достаточно сложная. После этого были революции, войны. Один из монастырей, кстати, был почти уничтожен, оставшись там фрески белородейцами, отступавшими в Китай. Другие, китайскими военными, которые вызывали свои гражданские войны. Один из примеров, что осталось в монастырях в Афганистане, это бутны Бамиана и росписи в том же Бамианском монастыре, бутдийские, которые были уничтожены талибами. Метод швенковой бурной жизни и вещи, попадающие в музей, очень часто сохраняются только благодаря музею, хотя иначе они бы погибли. Это тоже не всегда. Громадные фрески, которые были привезены в Германию, погибли во время монастырях в Бамиана. Еще до последнего времени, когда у нас было очень секретно, была надежда у многих искусствоведов, что, может быть, лучшие фрески из монастыря Безиклика, это тоже из монастыря Безиклика, которые были приняли и сохранились где-то лежат в Эрмитаже. Но, к сожалению, самые большие не сохранились, они погибли от бомб. У нас есть часть фрески из Безиклика. Вылезли оттуда, они выставлены в фронтах войны, но тоже погибли. Потому что и тут может погибнуть, и там может погибнуть. Но, в любом случае, музей, история – это какая-то попытка каким-то образом спасать вещи и включать их в диалог культуры. У нас очень мало вещей из центральной Америки, но одна из самых лучших вещей у нас, это такой колокольчик ацтекский, в Мессике таких не сохранилось. Митрополь этот просил у нас на несколько лет дать его на экспозицию, хотя, представляете, Митрополь это громадный запах, он этого на колонку возил. Вот именно таких вот ацтекских нету. А пришел он из коллекции нестромного, который ухитрился купить его в цели 19-го века. Это замечательные китайские филиграни, тут на веревочке, приятно, сейчас мы их деставируем. Тоже лучшая коллекция после Тайваня. Фрески, добытые музеем, которые целое делают. Псковские фрески, здесь жертвоприношение Абрама. Вот в Эрмитаже можно посмотреть жертвоприношение Абрама на фрески, можно посмотреть Ренбурнта и так далее. Целую экскурсию делать по истории жертвоприношения Абрама, что есть один из смыслов существования музея. Наши бюзартийские вещи, русские иконы, европейские. Ну, всем всем известно, но просто этот рассказ о том, как это все функционирует в одном музее. Это все, диалоги, это не просто отдельные замечательные, это диалог, и мы должны этот диалог создавать, частично создаем части света. Это Чима де Канарьяна реставрировали, или дамы, ну, там, это, да, караваджи. Для караваджи особо напомню, кто не помнит, что мы с этим сейчас караваджи делали в Володе. Мы устроили однажды вокруг него выставку запахов «Арман» в основном, для меня, это итальянский, подобрала запах всех цветов и фруктов, которые здесь, причем именно запахи чуть-чуть разлагающиеся, они же все символы гибели живого, они все чуть-чуть с дельцой, вот, она их подобрала, и у нас стояла перед картиной, помнит, набор этих пробирочек, можно было нюхать, а потом была последняя пробирка и все было виднено в единые духи, надо сказать, духи такие караваджи, очень хорошие и сильные, но, в общем, отражали эту область. А потом, в прошлом году, год назад, мы сделали концерт в Риме, в Римском Сенате, концерт музыки, вы знаете, что здесь ноты и мадригал для мужского исполнения, там, не знаю, что это мужчина, который, и там два мадригала могут быть опознаны, они есть, и тут целый концерт, где и леди мадригалы, и другие этой же эпохи, так что вот эта картина имеет запахи, звуки чего-то кинул, ну, по-настоящему. Тициана, это Тициана, в том, у которого есть тоже музей, мы сейчас некоторые спорны, но, в самом деле, это не веки открытия, это реставрированное возвращение, то есть возвращение путь в Египет, это из первых картин, может, первая картина. Тициана, она, в общем, на 90% идентифицируется с тем, что, сколько только упомянули, это у Азари, это вот удивительное сочетание венецианской школы со всеми теми родственными одеждами, и пейзажем, это влияние Венеции, севера, где все у них воздухи влияли, и вот такая целая история искусств воплощенная здесь. Способ музейного освоения вот это, вот реставрировали, много лет реставрировали, был Тициан, он назывался, потом назывался Тициан, опять Тициан, но, понятно, что по каждой картине есть спорь, все кочуют, сгам, не работают, для того, чтобы поговорить о картине, мы ее сначала повезли, показали, ее сначала в Лондон, а потом в Венеции, и там показали искусствоведов широкой публике, в общем, где получили еще больше подтверждений своим, с точки зрения наших искусствоведов, там приезжал один, который, там, это только один такой скандальный рыжий искусствовед, он, все равно, что это не Тициан, он, правда, сюда приезжал, я, вроде, решил пойти в нашу форму в кабинете сказать, что он очень не сильно сомневается, что это Тициан согласился, в нашей фонде, но эта вещь происходит все время споры, атрибуции музея, они всегда нужно поддерживать, у нас когда-то было, знаете, 20 Леонардо, когда покупали, все уже покупали за Леонардо, теперь только два Мадонны Витт и там, ясно, часть Леонардо, так что, все меняется, только вот эта такая задача остывала музейной жизни, а мы вообще-то как оцениваем картины по имени великое качество, если что-то перестало называться раком, она что-то хуже становится, то получается, что-то ухоже становится, хотя, наверное, это совсем так должно быть. ну а итальянцам, мы вообще-то любим возить вещи под итальянские глаза, мы возили Мадонну Витту, где там есть вопросы, кто писал ребенка, и младенца, скорчешь, и все, мальчиками, декеландусом возили в Италию, и этого официана, в общем, ну, я не совсем придумали все вместе, но я себя говорю итальянцам, что вообще-то нужно привести под глаз просто живых итальянцев, то лучше итальянцев просто всех в массе не видят картины так, как видят итальянцы, поэтому мы и показываем, если итальянцы посетители скажут, что им это нравится, значит, это правильно может привести. Ну, немножко лукавство, но на самом деле очень важно показывать, и никогда не бояться того, что кто-то считает, то не так, это не так, вот про Мадонну Витту выпустили большую книжку со всей истории, с обсуждением, с участием искусствоведов со всей Италии и европейских, и в общем там, то, что сомнений нет, вот в степени, где там есть работали ученики, могут быть вадик или вадик. Ничего этого всегда не нужно бояться, если у тебя хороший музей и хорошая коллекция. И не бояться чистить, но это вот как бы взять с одной из металлов. Это был андерлист, третий замечательный. Просто весь набор всего того, что есть в центре, в большом армии. вот я не знаю, как бы с тремя акрациями, между прочим, точно так же, как с этим бассейном в гареме, да? Потому что, как вы понимаете, три обнимающиеся, восказченные голубые женщины, пропаданные в гареме, в гареме, сцена в гареме, в гареме, бассейном гареме, извините, история картины, которая была похищена из армитража. Она очень эротическая, и ее, чуть ли не больше всех армитража, копировали, когда мы стали проверять после армитража, сколько было, после очень много было сделано, а продается таки полно технических картин, как вы знаете, нашли ее подбросили в штаб-хвартиру в Государственной Думе и позвонили Зубанову, хотя недавно участвовали в штаб-хвартиру и действительно они молодцы. Когда позвонили в приемную и сказали, что мы хотим передать сверток, что есть ценность, картина, и мы хотим передать только вам, потому что вы не украдете, то они не побоялись спуститься в метро и брать эту картину. Другие бы взяли бы и вызвали бы милицию, ФСБ, КГБ и никто бы не отдал эту картину. Они пошли, взяли, хотя взять метро сверток и принести его в кабинет в Государственной Думе это очень опасно, а вот свертки взрываются, как естественно. Так что гордость в них обоснованная, но передали внули в жутком виде, когда он сложен, очень тонкий был холст, четыре раза сложен и прорвался на сгибах весь холст. Наш реставратор, ну да, она потрясающе соединяла вот сам холст, иголочкой, каждую петличку, а просто что получился целый холст, ну да, что-то не есть еще одно музей на суде. Конечно, мусульманский гарем, тратата, эротика, ни в каком мусульманском гареме в таком виде женщины не бывали. даже если они не бывали, не бывали всегда одеты, там, все в классе белых плотенок, то чисто европейское представление, как хотелось бы, чтобы вылетел гарем, за чем собственный гарем художник. Ну и наши замечательные щукины Морозовы, которые мы воевали, в которых мы стояли. В основном есть одна вещь, мы все время ругаем очень наши законы сегодня, что они все страшные, очень разные законы, вообще, потому что забывали, что мы тоже любим ругать те законы, которые приняты во время перестройки. А там было принято довольно много очень хороших светлых законов, которые решили многие проблемы. И вот когда родим вот этот весь крик «Отдайте из Эрмитажа!» «Пусть в Москве будет лучший этот год перед дел!» Кроме нашего главного аргумента, что все это было в обмен на Эрмитажные картины, которые были переданы в Москву и из которых состоит Безеремия Пушкина, ну второй современный закон, был принят после перестройки закон на музей в музейном фронте, согласно которому было предупрещено то, что было раньше. Там продавали картины на Эрмитажа, теория была очень простая. Это все государственное собственно. Музей имеет все, на оперативном управлении. Так не ваше это вообще. Вот, присчитали телеграмму «Выдайте подателю всего Рембрандта» и выдали, и поехал он там продавать его гендар. Так было в 20-30-е годы. И вот был принят закон, согласно которому коллекции музеев неприкосновенны. Да, они в оперативном управлении, но изъять из музейных коллекций вещи можно только при условии, если музеи друг с другом согласны передать, либо если их неправильно хранят, или их не показывают в этом самом знаменитом споре, когда неожиданно можно было объясняться в прямой линии с президентом Сырин Александровной, не знавшим, будет устроено. Президент первое, что сказал, они же все показываются эти вещи. Имея в виду, я так полагаю, закон. Потому что мы вынули закон, но про него все забыли в музейных кругах. Все забыли, и те, кто готовили эту атаку, тоже забыли. Хорошо вспомнили в углуки, и сразу получили юридическое заключение из юридического комплекса и университета, только согласно закону нельзя, никто не имеет права в управление суперуказа президента передать картину из одного музея в другую, если музей этого не хочет. Потому что у нас не все законы плохие, мы будем сейчас, сейчас, мы будем влечь с такой летивостью и энтузиазмом будет поднять в электронной сфере пересюду на защиту музея коллекции, но, сказать, было бы для нас очень приятно, неожиданно, потому что такого уровня солидарности с культурой, которая постаралась за всякими нападками на всему, на просто истории с казаками, с братьями и так далее. Я, честно, не жалов знал, что их защитили и будут защищать, потому что все это действительно так дорого людям, это замечательно. И вот мы занимаемся, как известно, современное искусство, это наш очередной острый образ, и у нас есть все главные картины 20-го века. Вот, значит, там был «Танец Матисса», тут «Танец Матисса», позиция номер 6 «Кандинского», безусловно, самое главное его картина «Черный», «Квадарк Малевич». Есть еще у нас вот там «Красный воробь» и «Кобакова». Так что у нас, в принципе, коллекция искусств 20-го века есть, теперь она должна обрастать вещами по-менее незначенным. Это «Кобаковский», у нас, в принципе, представитель «Кобакова», коллекция Пригова и вот «Горбитаж» как музей находящийся. «Горбитаж» еще и дворец. И когда нас спрашивают, меня спрашивают, что вот наш «Горбитаж», в чем он особо замечательный, много хороших, много уникальных вещей. И вот то, что в нем живет русская история, русский дворец и стены, неразрушенные стены вам рассказывают об этой русской истории. Вся час, когда я начинал в нашей комнате с реставраться в висячем саду, это важнейшая, уникальная особенность в этом. Он рассказывает о жизни правителей, иногда мало, хочется больше. Но здесь создается культурный продукт выставить, это зонитая надпись «Мухи Логида Тарусарс», надпись Александра Федоровна на окне. Было очень много на окнах зимнего дворца вот этих надписью ревятую. Вообще, роману любили писать, я видел в Германии разные росписи. Здесь было очень много расписывались. Во время войны вылетели все стекла. Это единственное стекло с надписью, которое сохранилось. Но, насколько я представляю, расспрашиваю, не только что Никононизировал. Это самое такое трогательное, когда жена пишет книги, смотрит на бусары из окна. Сразу как-то вся история отношений Николая Королева и Александра Федорова здесь есть. Вся та жизнь истории России, которая насыщена «Крометаж» был. Был же Рафаэль и Екатерина в 19-й день смотрящая вещи Николая смотрящие гранью и говорящие «Хочу, чтобы не было такой копии». Новый «Крометаж» построили, как говорит Николая Первый, тем удивительным, совершенно правителя злым, жестким и любящим искусство, сентиментальным. Вот от всего этого расходится этот все новый Эрмитаж, не забывать, что это коллекция, что это шедевр Мирового музея искусства непревзойденного. Это советская лестница, как бы напоминание о том, что где-то у нас два государственного совета, никак отношения к советской власти не имеет, поэтому называлась советской до-советской власти, при-советской власти, после-советской власти. И Ореловы тут всегда здесь висят, так что лично раз доказывают, что Эрмитаж и развитие Большого Эрмитажа, Борцовая площадь, главный штаб, после того, как главный штаб стал нашим, Эрмитаж из того, чтобы спрежняя схема, когда эта линия дворцов вытянута в Валерий, стала обнимать дворцовую площадь, это все меняет во всей структуре музея, эти все здания помещения, все видели, начали картинок новых помещений, вон лестница по городу бывает иногда разные споры, я считаю, что это совершенно замечательно, это вот следующий круг, все, большой Эрмитаж это круги хоцентрические вокруг центра, самое главное здание Эрмитажа, там, 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 Зимний дворец, круг, Дворцовая площадь, здание главная, надеюсь, все уже бывало тут на концертах, надеюсь, что все видели выставку, которую только здесь можно было сделать, Геркулана, эти громадные скульптуры только, здесь и могли разместиться, у нас были большие бои по поводу света, строители, которые строили, сделали так, что вот эти стеклянные застекления торчали слишком высоко, выше, чем было запроектировано, пришлось их заставить почти, не буду рассказывать, какими методами все это перестроиться, все это все сделали как надо, те строители говорили, все плохо делали, у которых по их поводу были обыски, потому что они ничего не могли делать, но они приехали из Москвы, деньги идут из Москвы, иногда подрядчики должны на Москву прижиться, сейчас бывает проще, это одно из развлечений директора, когда проводится конкурс, потом как сделать так, чтобы избавиться от тех, кто выиграл конкурс. У нас мы избавились от одной технологической компанией, которая выиграла конкурс на все наши компьютеры, и дела, ничего не могли сделать, это можно доказать, что они могут их заставить, чтобы они ушли, они шли хотят, мы меняли компанию, которая делает, должна снимать у нас для электронного каталога скалировать изображение, мы выиграли компанию, которая выиграла конкурс на третью очередь нашего фонда хронического отражения всего, это безумие, и дирек, и приемов, потому что чисто юридически тут просто не проходит, потому что мы выиграли конкурс, откуда значит, что они не сделают, потом, когда они не сделают, то давайте, что они никогда не сделают, но в общем, это действие, вот как это мы выгодим, в середине, а дальше у нас по кругу большого этажа наши филиалы говорится, Менченкова, совершенно замечательный роман центра голландских связей, сегодня у нас здесь будет голландский клуб, и форфоровый завод, где музей форфорового завода, это вот замечательная история, завод, как вы знаете, несколько раз приватизировал, то есть приватизировался, из рук в руки переходил, но вовремя, с помощью армитажного министерства то есть спасибо им, сумерявить коллекцию музея государственной собственности, не дать его приватизировать, а передать армитажу, это наш филиал и вот там открытый медал в зале советского фортфора есть вот такая тарелочка типа Крадеманцовой площади. Ну и следующий круг это фондохранилище, которое это фондохранилище называют, это старое деревня, а это макет, это здание, макетов, это решение больших музейных проблем. Отвечет вопрос, какое количество вещей у вас на выставке, какое хранилище, сначала я долго объясняю, что они должны быть, все хранилища, фонды это самое главное, но это не все понимают, кроме того, мы делаем открытый фондохранилище, где мы можем увидеть все, выставляется это все, именно по-особому, вот выставлены все корректы, вообще здесь восстановлен весь конюшный музей, который был, все корректы, реставрированы, не реставрированы, разного времени, это не такой же подкор, как в самом музее, вот вся небе, можно видеть ее, а потом, если нужно посмотреть получше, то она ее видит, и тоже все реставрировано, не реставрировано, в массе стоит, и это тоже особое впечатление музея, богатство музея, все можно рассмотреть, это театр шпалет, где шпалет двигается, выше, все уже нет, и все. Палатка, опять же, только фондохранилищем, сейчас у нас будет местный, другой, самой большой палатки, можно вот эти все палатки и устраивать в них разные детские игры, вот в этом сундучке дети находятся, ходят щепоносы, рождественские игры, вот здесь можно выставить фрески из Пскова, он вот так на ней выставлено специально, через кассеты. Сразу уже весь разговор, что они там хранят у себя в подвалах, должен прекращаться, это грецкая средняя артия, здесь же будет хранилищем, здесь у нас занятие с святыми, и вот видите, это корпус один, корпус у нас главный, один уже построили, у нас значит, продвезла идея, построить мост через железную дорогу, и построить там, через железную дорогу, библиотеку. Вот так выглядит наш второй корпус, он уже весь здан, там такие большие помещения, фойе, залы для выставок, залы для занятий с студентами, со школьниками аудитории, а потом еще позже, и это наши спутники Эрмитажа, тоже наши ноу-хау, и Фонд Храневич у нас не просто в общее мире таких нигде, нет именно так построено, специально для показа, и это наши ноу-хау, спутники Эрмитажа, это Лас-Вегас, Эрмитаж Бунинхайм в Лас-Вегасе, вот так он выглядел, проект этот, что он 7 лет, потом закрылся, мы называем спутники, спутник это, во-первых, русское слово, а во-вторых, спутник запускают на орбиту, и он там крутится, столько времени, сколько он может крутиться, и должен крутиться, про его сюда спустить, поменять ему орбиту, можно поменять контент, можно спутник принимать там одни телеканалы, а потом отнимать другие, это то, что мы делаем, у нас Лас-Вегасе, и проект завершился, мы у нас Лас-Вегасе образовали, а ведь в 50-м делах выставки, оттуда уехали, и перерешали, мы с Убенхаймом, это элементаж, в Лондоне, в Соберсахаусе, тоже 7 лет, и существовал, тоже был очень популярный, но там вышло немножко сложнее, ну, во-первых, проект тоже завершился, прозвенели как надо, потом еще убили Бетлиненко, потому что там отношения испортились, а ситуацию наших, всех наших спутников, мы не тратим на них ни копейки, все спутники, все приведены на каждое, содержит то место, куда они мы перешаем, куда мы раз в 6 месяцев возим выставки. Это наш мощный спутник, уже большая орбитальная станция, метаж Амстердам, точка, которая издание Розвелое, это издание Большого дома для престарелых, и оно превращено в деревные залы, то есть самое первое, культурорусской и мераторской области, это Матис Смолевич, Александр Великий, а это метаж Виталия, другой спутник он был в Ферраре 5 лет, сейчас мы переехали в Венецию, но здесь контент другой, здесь время от времени делаются выставки, но самое главное, что здесь вместо бежит специалистов, которые выигрывают, гранты русские, итальянцы, интернетажи, интернетажи, страны, французы, и они приезжают, получают деньги на то, что они работают над темами, связанными с коллекцией интернетажей, итальянскими, и с теми итальянскими, русско-итальянскими культурными связями, издаются книги, делаются конференции, издаются по итальянскому каталогу итальянских живописцев, так что это обеспечивает научную деятельность армитажа, это армитаж Казань, в Казанском Кремле, рядом с лечетью, там видит как раз на лечеть, шериф, выставки, тут казанские, выставка, полцарства за коня, история коня и искусства связанного с коняом, потеряние разборки, полазонатаря, вот сейчас, не знаю, проваливаются выставки импрессионистов и засосы государства, гарантия, что будет скандаль. С этой армитажа вывода, здесь полздания заменяет художественная школа, полздания выставки издавляемые армитажа, выводят, они не очень большие, мы привозим сюда выставки, которые в самом армитаже показываются, и тут очень важно это взаимоотношение с художественной школой. Вот это следующее кольцо, и кольцо местного армитажа, а дальше кольцо, в котором другие виды лечения армитажа, это наша музыкальная лечения, у нас 6-5 фестивалей, газета, журнал, армитаж, чрезвычайные программы армитаж, радио армитаж, музыка большого армитажа, это разные армитажные фестивали, вот это все составляет ну и армитаж в интернете, вот это наш сайт стандартный, он уже устаревала меня, но у нас есть твиттер, фейсбук, больше все новости выдаются активно. В некоторых из выставок выставочная политика армитажа такого большого снаружи всюду, это выставка гор, это не гор, не знаменитая, напомню, это наш главный принцип работы с современным искусством, потому что здесь современная искусство как в контексте мировой, культуры, мировой истории, выставка Антони Горной вместе с античной скульптурой, мы узнали, что мы придумали это Антони Горной, а это наши основные несколько наших главных выставок последних лет, это выставка священная Риму, искусство Рима 17 веке, вот только из армитажных вещей, нескольких вещей из коллекции тригородов можно было сделать выставку подробно рассказывающую о том, как в величем был художествен центром Голуи в 18 веке, и выставка тоже проблемная с островом углу, и выставка посвященная Ломоносову, на самом деле посвященная я считаю Елизавете Петровне, потому что только в условиях ее правления, сейчас ее заказы на изготовление предметов роскоши у себя на родине, чем на самом деле занимался Ломоносов и делался свои открытия, было возможно развитие науки и искусств, которые символизируют Ломоносов, это выставка Ломоносови, но больше Елизавета Петровна, назывался Ломоносов и Елизавета Петровна. Другая наша миссия, это показ мусульманского искусства, но и моя специальность, и важная задача Белого Востока, и очень важно просветить миссию о скатере в исламе, потому что как мы просвещаем и просвещаем, буквально на днях в Новосибирске, то есть суд в Новороссийске объявил Коран, высокий перевод Корана экстремистской книги показал ему ничего, мы только должны благодарить свою страну, потому что она такая тихая, в Америке уничтожают Коран и там начинаются буты по всему миру, ну какая-то чистая негравотость, да, Коран непонятная, как в священной книге много слов о том, когда убивают веру, в Ветхий Завет, всю историю, которая там насладывается, всем известно, и судья должен понимать, что священную книгу такого народа запретить нельзя, это более примитивная история, эксперт должен понимать, что это так, они не знают, как это будет дальше развиваться, но в общем уже резонанс очень оборачен и прочее, с вот неграмотностью в то время это мы должны воспитывать вкус и воспитывать грамотность, для этого существуют музеи, и вот наш весь страдет большой анализ. Вот несколько будущих проектов, вы видите, там у нас малый этаж сейчас внизу, у нас были конюшены и в Манеж, а тут там было хранилище, хранилище выехали из старой деревни, а сейчас мы уже строим, в проекте Турхаса, выставочный зал, входная зона, которая будет отдельно связана с дворцовой площадью, видимо, программа выставочная деятельность, не связанная с, после, отчего рейда в работе музея, там нужно много делать, связанное с открытым музеем, делать, ну и вернемся, чуть-чуть, можно назвать, флаг над зимним дворцом, сейчас это уже всем помично, чтобы над зимним дворцом развивался флаг России, а было время, когда стоял наш город, мы еще на церковь отстали, появляются кресты, да, вот эти, мы везде на всех домах торчат флагштоки и не имеют флаг, никогда нет, кроме как на Смольную или на Морийской дворцом. И мы решили, что это дело надо окончать и надо появить прибыль, и мы поняли флаг российский на нашем флагштоке. Ну, сразу были жалобы к лаборатору Итачетова Михаил Борисович флаг Государственного государственного учреждения ия нам очень просто произвести Герена Баха государственного героргием мwellת і Ему все, наглядно объяснилось, что вообще-то у нас, как в мире, каждый может поднимать свой стеклак, потому что в Новосибирске учреждение, каждый городок может поднять ее, вообще-то это знак высокого патриотизма, и мы стали его поднимать на всякие праздники, поднимать на всякие праздники, а потом постепенно, значит, там отбиралось действие, их мы стали поднимить в лагерь, потом русский музей на Михайловском, во всех коммерческих полных праздников, очень постепенно все военные, таможники, потом вообще все, сейчас почти все флагштуки, Петербург, они слабые, это особенность нашего города, ветер, все эти флаги развиваются, вот так только восстановилось, вместе с восстановлением церквей, вот такая штука, но постоянно мы ждали, вот тоже эпизод, связанный с родом Индии, мы его поднимали по поводу выставок, событий, да, а потом он подходит по поводу этой выставки, и вдруг, на следующий день, американцы начали бомбить Гэл-Брат, мы решили, что больше флаг, который еще есть, озвучен северским планом, спускаться с флагштопа Зимнего дворца, для музея, который является памятником русской государства, государственной военной истории, больше не будет, и так вот он у нас тут развивается, а в Гэл-Братском зале мы устраиваем разные церемонии, связанные с победой для русского оружия в 2012 год, в залах премитажа отмечали все победы с 2012 года, недавно отмечали пульскую победу, 29 ноября мы будем в 2012 году отмечать иллюстанский договор, что он тут победа над Персией и президенте к Абхазии в России. Ну, это вот одна из функций, один из таких очень острых углов музейной жизни, потому что он тут тоже не может нравиться, а людям не нравится. Вот из таких углов наша жизнь, кстати, состоит. Ну, дальше через неделю начну отвечать на часть вопросов, на которых здесь еще не ответил. Спасибо за внимание. Есть вопросы? Хорошо. Если нет, то тогда мы уже смеем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.